На часах 14.00 я, Екатерина Поденежная, готова рассказать вам о том, чем сегодня живет Одесса и Украина. Разрушительная авария со смертельным исходом. На 30-м километре дороги Одесса-Кучурган столкнулись Тойота, маршрутка и фура. Водитель легковушки погиб на месте. Еще 9 человек пострадали. Среди них беременная женщина. По словам врачей, жизням пострадавших сейчас ничего не угрожает. Большинство получили переломы, ссадины и рассечения. Как рассказал водитель маршрутки, Тойота, ехавшая перед ним, неожиданно свернула на встречную полосу. Легковушка попала под колесо грузовика, после чего тот перевернулся. Передошла машина, я не знаю, что это машина, легковая машина и резкий, без этих резких вираж и встречная фура. Фура ушла на обочину, они его там ударили. И уже фуру, конечно, перевернула. Ну, деваться не было, никуда он перегородил мне дорогу. Рассечения и плечо, что-то с плечом, просто, что-то, какие-то разрывы есть. Какие-то разрывы есть и все. Все нормально. Поступило к нам 8 человек. Вот, двоих мы госпитализировали, остальные отказались от госпитализации и уехали по домам, потому что все иногородни. Ушибы, переломы, ссадины, резанные раны, ну, как стекло осыпалось. Беременная женщина госпитализирована под наблюдение. Ну, в любом случае, она оставлена в отделении. Состояние вроде бы как ничего не угрожает, но, тем не менее, она оставлена в отделении под наблюдение дежурного доктора. Водитель автомобиля «Тойота» погиб на месте происшествия. Водитель автобуса «БАЗ» и грузового автомобиля «Рено» получили телесные повреждения. И еще 7 пассажиров автобуса «БАЗ» получили телесные повреждения, были доставлены в лечебное учреждение. Жители сел Одесской области Выпасного и Сухолужья вышли протестовать под Белгород-Днестровскую райадминистрацию. Люди говорят, что у них слишком высокие тарифы на воду. Они требуют, чтобы от снабжения питьевой водой отстранили предпринимателя, который оказывает этим людям услуги. Сейчас на месте находится наш корреспондент. Леся, расскажите, как обстановка, прислушались ли к протестующим? Здравствуйте, Катя. В эти минуты коллеги Реадминистрации города Белгород-Днестровского как раз рассматривает этот вопрос. Обстановка спокойная. Сейчас утром на митинг с плакатами вышли около 100 человек. На заседание осталось уже меньше людей, так как оно длится больше трех часов. Жители населенных пунктов Выпасное и Сухолужья требуют, прежде всего, поддержки от властей и хотят расторгнуть договор с представителем услуг водоснабжения. И вот как раз сейчас люди ожидают решения коллегии. Катя. Спасибо, Леся. Больше информации в наших следующих выпусках. Оперативное обследование малышей, безболезненный анализ крови и качественная диагностика. Все эти услуги предлагают врачи в новом педиатрическом отделении, которое откроется 1 июня на базе Одесского областного консультативно-диагностического центра. Больше знает Ирина Стрябко. Маленький пациент Натань не боится сдавать кровь из пальца. Признается, здесь эту процедуру делают безболезненно. Натань, расскажи, тебе страшно было? Нет. А больно? Нет. Как комарик меня укусил. Теперь все малыши будут иметь такую возможность и не боятся людей в белых халатах. Ко дню защиты детей на базе областного диагностического центра откроют педиатрическое отделение, в котором будут оказывать консультативно-диагностическую помощь детям из Одесской области и ближайших районов города. На базе нашего центра с помощью отделений – это лаборатория, ультразвуковая диагностика, компьютерная томография. В педиатрическом отделении будет вести прием врач-педиатр и лор-врач, которые будут давать назначение, ставить диагноз и дальше будем решать, какое учреждение профильное будем отсылать ребенка с диагнозом. По словам начальника управления здравоохранения Одесской областной государственной администрации, такое отделение необходимо в области для того, чтобы разгрузить детскую областную больницу. Туда за амбулаторной помощью в выходные дни обращаются около 120 человек. Областное управление здравоохранения проанализировало эту ситуацию, решило на базе областного диагностического центра сделать очень нужную для наших жителей такую вот медицинскую услугу и организовать в вечернее время и в выходные дни работу педиатров, лор-врачей. В диагностическом центре работает лаборатория, которая даст возможность сделать биохимические и клинические анализы из одной лишь капли крови. А современный компьютерный томограф, педиатр и отоларинголог будут работать в вечернее время и в выходные дни. В отделении будут принимать детей от 3 до 18 лет. Ирина Стрябко, Алексей Барановский, Седьмой канал. И на этом пока все. Больше новостей в 16 часов. Оставайтесь седьмым и до встречи.